Я хочу узнать одну вещь. Когда нас что-то очень задевает, события, люди или что-то ещё, правильным ли будет развернуться и уйти, несмотря на то, что я попыталась всё уладить? Когда вас в последний раз ударили ножом? Никогда? Как давно вас хотя бы кололи булавкой? Такого тоже не было? Вас игнорируют. Как нехорошо. Когда вы говорите о причинении боли, кто-то может сделать вам больно физически. Вам могут нанести физический вред. Это другое. Но душевную боль вы причиняете себе сами. Только вы и никто другой. Кто-то делает то, что хочет, а вы обижаетесь. Нет, но должны ли мы уйти? Мы дойдём до этого. Но сначала, почему в вас появляется эта боль? Вот о чем я спрашиваю. Если вы начнёте разворачиваться и уходить, вы отдалитесь от всех. Потому что на всех будете обижаться. Не существует такого безупречного человека, кто бы вас не обидел. Вы будете обижаться на всех. Если вы ждёте, что появится тот идеальный рыцарь без страха и упрёка, его не существует, поверьте мне. Можете мне поверить, я здесь уже давно. Не существует безупречных мужчин или женщин. Если даже говорить о прошлом, сейчас мы в Гуджрате. Здесь отмечается большой праздник в честь Кришны. Но даже такой человек, как Кришна, не был достаточно хорош для окружающих. Идеальных людей не существует. Никто вас не обижает. Люди делают то, что знают. А вы обижаетесь. Не так ли? Если вас хотят проткнуть кинжалом, тогда вы должны уйти. Но они просто что-то говорят. Почему они говорят такое? Потому что ничего другого они не знают. Да или нет? Вам может не нравиться находиться в определённой обстановке не потому, что кто-то причиняет вам боль, а потому что определённая обстановка не позволяет вам быть эффективными. Я хочу что-то сделать. В определённых обстоятельствах у меня ничего не получится. Я не хочу растрачивать там свою энергию, и поэтому ухожу в другое место. Но не потому, что меня кто-то хочет обидеть. Если вас хотят застрелить, вы должны уйти. В противном случае, зачем уходить?